Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Этот сезон мы выпускаем при поддержке платформы по выполнению заказов такси «Яндекс.Про». В середине выпуска вы услышите нашу совместную рубрику про истории, связанные с такси и рынком извоза. Заходят как-то поэт Вячеслав Иванов и композитор Сергей Толстой в бар. Ну, точнее, не в бар, в моднейший московский театр-варьете «Максим». Дело происходит в 1913 году. Ресторан открыл всего месяц назад, цитата, «Знаменитый московский негр Федор Федорович Томас». Это слова сейчас были певца Александра Вертинского, который, кстати, тут тоже выступал, но не в этот вечер. Я даже как-то вам рассказывал историю Федора Федоровича. Он родился в США, в семье бывших рабов, и при рождении его звали Томас Брюс. Его родители после гражданской войны в Америке стали довольно успешными фермерами, но будущего Федора Федоровича достал расизм соседей, он перебрался в Европу. Поначалу он работал в ресторанах Парижа, Лондона и Монте-Карло, но в 1900 году переехал в Россию, где устроился в самый знаменитый ресторан – в Ярм. Сначала он работал тут официантом, потом метродотелем, скопил денег, и затем стал партнером хозяина ресторана – Алексея Судакова. И, кажется, еще они отлично друг друга понимали, потому что сам Судаков тоже начинал прям с самого низа, с моющего посуды. На двоих Судаков и Томас выкупили разорившийся увеселительный сад-аквариум и сделали его снова великим. Аквариум стал точкой притяжения всей Москвы. Тут выступали певицы и хоры, тут отличный ресторан под открытым небом, а хозяин Федор Федорович, ну, точнее, один из двух хозяев, стал настоящей звездой ресторанного бизнеса Москвы. Программа в саду самая привлекательная. Федор Федорович, пользуясь своими старыми знакомствами, приглашает выступать тут разных звезд из Европы. Конечно, сад-аквариум – это не сцена императорских театров. Сюда все приезжали выпить, закусить, познакомиться с дамами, порешать делишки. На сцене играет ненапряжная музыка, а зимой еще каток работает. Дела идут отлично, партнеры – Алексей Судаков и Федор Томас – не успевают считать денежки. И вот в октябре 1913 года Федор Федорович уже сам открывает театр в Риете Максим. Это что-то вроде ночного клуба, ну, то есть, это не ресторан. Тут подают алкогольные напитки, кофе, десерты. Но главное, чем был знаменит театр в Риете Максим – своей ежедневной программы. Точнее, не ежедневной, а ежевечерней, точнее, ночной. Программа «На вечер и на ночь» состояла примерно из 20-30 номеров. Вот я прямо сейчас смотрю на афишу. И тут оригинальное американско-негритянское трио «Филадельфия». Парижская Этуаль Мадмуазель Мика Жоржеско. Исполнительница восточных танцев Мадмуазель Досмарова. Балерины, сестры Бекефи. И еще романсы тут есть, и цыганский хор, и вообще все на свете. У Федора Томаса было реально чутье на новшество. Именно он, например, привез в Россию аргентинское танго. Как раз тогда, в 1913 году. Короче, театр в Риете Максим – это просто бриллиант среди московских развлечений. И вот именно сюда, холодным октябрьским вечером, и заходят Толстой и Иванов. Атмосфера внутри самая непринужденная. Дымят сигары, хохочут дамы. А на сцене в это время происходит что-то совершенно необыкновенное. И кажется вообще плохо подходящее к окружающему веселью. На сцене пятеро молодых людей с кожей оливкового цвета. В центре явный их руководитель, и он играет на вине, на старинном индийском инструменте. Это что-то вроде ситара, струны. Инструмент мало на что похожий, но вы прямо сейчас слышите вину на фоне. У нее очень узнаваемый звук. Выглядит сам музыкант при этом как молодой индийский бог. С огромными сияющими мягким светом глазами, длинными вьющимися волосами. И весь его вид говорит о том, что он вообще не должен был оказаться здесь, в этом храме разгула и порока. Просто представьте себе клубы сигаретного дыма, снующих официантов, хлопающие пробки бутылок шампанского и примерно вот такую вот музыку со сцены. Субтитры создавал DimaTorzok Человеком, который играл на вине в тот вечер, был суфий и музыкант Хазраты Найадхан. И у него был контракт с Варьете Максим. Хазраты Найадхан родился в 1882 году в городе Борода на западе Индии в мусульманской индийской семье потомственных музыкантов. И музыка была для него не просто призвание, а предопределение с рождения. Дед Хазраты Найадхана основал в Бороде музыкальную академию, которую мальчик, естественно, закончил, и он изучил в ней все музыкальные стили, которые были тогда в Индии, и южные, и северные, освоил несколько музыкальных инструментов, в том числе, кстати, европейских, например, фортепиано. В 18 лет он уже был известным музыкантом и путешествовал по Индии с концертами. Я в этом выпуске много раз буду сравнивать музыкальную традицию Индии и Европы, но прямо сейчас важно то, что в Индии музыка неразрывно связана с верой. Ну, начиная от того, что быть музыкантом – это буквально значит выполнять свое божественное предназначение. Ты родился в семье музыкантов – значит, это твой духовный путь. Но и сама музыка – это посвящение божеству, это ритуал, это духовная практика. Вот южные индийские раги могли быть посвящены, скажем, Шиве, и Хазрата Найдхан, конечно, их знал и играл. Рага – это основа индийской классической музыки, и при этом, как вы понимаете, рага – это не просто музыкальная форма, это нечто большее. При этом, да, и Найдхан был индийцем и мусульманином. Его родной город сейчас находится в штате Гуджарат, то есть прямо на границе с Пакистаном, а в то время никакого Пакистана не существовало, это все было Индией. Так вот, ислам, да, если мы задумаемся, он, в общем-то, не одобряет музыку как развлечение. Но в исламе есть мистические ордена, суфийские ордена, и в некоторых из них изучают музыку и познают Бога через музыку. А Найдхан как раз был суфием. Суфию необходим учитель, ну, то есть я имею в виду учитель на духовном пути, не такого рода учитель, которого вы встречаете в школе на первом уроке. Учителя можно искать всю жизнь свою, и Найдхан в своих путешествиях по Индии с концертами искал себе учителя, который мог бы передать ему посвящение. И вот, будучи на гастролях на юге Индии, он встретил учителя из суфийского ордена Чишти и стал его учеником. Но спустя 4 года учитель ушел из жизни перед смертью, благословив Хазрата Найдхана, отправляться на запад, проповедовать там суфизм и передавать индийскую музыку, и учиться самому. И вот в 1910 году, в возрасте 28 лет, Хазрата Найдхан вместе со своим младшим братом и дядей отправился в США. Возлюбленные господа, какова бы ни была ваша раса, каста, вероисповедание, национальность и религия, все вы, без различия, любимы Господом. Вы можете верить или не верить в высшее существо, для него это безразлично. Во всех его проявлениях безграничное милосердие его изливается одинаково на друзей и врагов. Найдхан прибывает на запад ровно в то время, когда интерес к востоку и к восточным духовным знаниям максимальный. И при этом, на самом деле, никто понятия не имеет, что такое восток на самом деле. Ну, скажем, да, уже пару лет в Европе с оглушительным успехом проходят русские сезоны Дягилева с балетами Шехерезада и Клеопатра. Но, как вы понимаете, это очень европейский взгляд на восток, с реальным востоком, имеющий мало общего. И вот, прямо в разгар всеобщего сумасшествия по востоку, Найдхан с братьями приносят сюда, на запад, аутентичную музыку и философию, которая мало понятна, вообще-то, американцам и европейцам. В Америке они знакомятся с танцовщицей, с американкой Рут Сен-Дени, с исполнительницей восточных танцев. Но, по сути, она, конечно, сама их изобретает. Это был такой взгляд белого человека на загадочную, манящую восточную культуру. При этом Рут по-настоящему хорошая артистка. И Найдхан с братьями и дядей начинают ездить с ней в качестве музыкантов. Но, в какой-то степени, это именно то, чем собирался заниматься Найдхан – сближать восток и запад. Рут Сен-Дени по-настоящему фанател от Востока. И она даже взяла у Найдхана несколько уроков аутентичного индийского танца. Но очень по-американски, всего после нескольких занятий, попросил дать ей сертификат. Что-то вроде диплома. И Найдхан сказал, что, ну, вообще-то, рановат. Как бы мы всего несколько занятий с вами позанимались. И в результате это все привело к тому, что Найдхан перестал с ней работать. Но к этому моменту у него уже была куча предложений о выступлениях от разных мест. И вот они играют концерты от Сан-Франциско до Нью-Йорка. И да, путь музыканта – это, конечно, предназначение Найдхана. Но он не только ради музыки приехал в Америку. Он еще приехал передавать суфийское учение. И вот он в это время начинает находить своих первых учеников. Сначала таких, которым была интересна именно музыка. Но позже и таких, для которых сам Найдхан уже становится духовным учителем. И он начал, как и завещал ему его учитель, передавать суфизм на запад. Величайший принцип суфизма – «Ишк Аллах мабуд Аллах» – Бог есть любовь, любящий и возлюбленный. На одну из лекций Найдхана пришла как-то девушка – Ора Рей Бейкер. В ее семье интересовались восточной философией, поэзией. И Ора Рей Бейкер влюбилась в Найдхана. Но у них в этот момент ничего не вышло, потому что родители и родственники были, конечно, против выбора девушки. В 1912 году Найдхан приезжает в Европу. Сначала в Лондон. И, с одной стороны, в столице Британской империи, которая владеет Индией. Об Индии знают больше, чем где бы то ни было. И аудитория там более подготовлена. И я уже не говорю про большую индийскую диаспору. Но, с другой стороны, индийцев, особенно вот таких, которые занимаются распространением знаний и культуры, таких индийцев подозревали в национализме индийском. Ну, то есть в том, что они хотят Индии независимости. Так что к Найдхану относились сверху с некоторым подозрением. Другое дело во Франции. Париж, по сравнению с Лондоном, тогда был гораздо более гостеприимным и открытым к новому. Ну, и вообще он был тогда культурной столицей. И Найдхан едет во Францию. Парижская газета «Комедия» писала. «И Найдхан — единственный современный музыкант, который считает свое искусство религией, в строгом и простом значении этого слова. Он живет только для своей музыки, и для его души это средство познать великое непознанное». Ну, и во Франции можно было попасть в просак. Например, братья как-то аккомпанировали Мате Харри. Мате Харри, да, это известная женщина. Она занималась совершенно явной эксплуатацией экзотического Востока. В отличие, скажем, от Рут Сен-Дени, не была даже хорошей танцовщицей. Короче, чистый хайп. С другой стороны, вокруг Найдхана начал уже возникать круг лиц, который всерьез интересовался суфийским учением. И на основе этой группы позже возникнет Международный суфийский орден. В 1913 году из Америки к Найдхану приезжает Ора Рей Бейкер, сбежав от родственников. И она переходит в ислам, меняет имя на Амина Бегум, и они женятся с Хазратой Найдханом в Лондоне в 1913 году. И спустя еще некоторое время на Найдхана выходят люди Федора Федоровича Томаса из Москвы и предлагают ему контракт на выступление в зале Максим. Найдхан с радостью соглашается. И вот давно манила Россией. И вот в начале осени 1913 года Хазрат Найдхан, Амина Бегум, который уже носил ребенка, два его брата и дядя едут в Россию. Это специальная рубрика, которую мы делаем с партнером подкаста с платформой по выполнению заказов в такси Яндекс.Про. В ней мы делимся историями о том, как развивался рынок извоза и такси до революции и о том, как его принимали тогдашние жители. В конце 19 века известный публицист Николай Животов решил провести над собой серию экспериментов. Он по несколько дней жил среди разных городских слоев, притворяясь их частью. Он побывал нищим, официантом, похоронщиком и извозчиком. И о своих опытах написал очерки. Настоящая гонзо-журналистика. Так вот, к его опыту извоза. Он сначала оделся крестьянином и пошел наниматься в извозчике к одному из так называемых хозяев. Хозяева — это были такие люди, которые владели лошадьми и повозками, и они набирали себе работников и брали с них каждый вечер фиксированную сумму. За эти дни он увидел Петербург совсем с другой стороны. Он узнал, где находятся специализированные места для извозчиков. Трактиры, чайные и даже водогрейные. То есть это такие места, где извозчикам продавали кипяток для чая. Чайник за копейку. И здесь же водогрейных предлагали перекусы короткие, булку и жареную в сале колбасу с горчицей. Вот его отчет за день. Начал он в 11 утра на Пятиуглах на Загородном проспекте. До обеда отвез троих седоков по 15 копеек каждого, а затем полицейского, который сопровождал больную женщину в клинику. Полицейских полагалось возить бесплатно. Дальше он простоял около четверти часа и подрядился за 15 копеек к пассажу. Дальше было еще несколько пассажиров, и вот его итог за день. К 8 часам вечера за время 7 часовой езды я выручил 2 рубля 10 копеек, из которых истратил в трактире 30 копеек. Замечу, что утром седоки есть, но гораздо меньше, чем днем. А с 6 часов наступает самое глухое время. Для извозчика главный седок – это посетитель канцелярий, банков и тому подобное, который торопится, спешит и вообще принадлежит к более состоятельному классу, чем чиновник или служащий. В 6 часов кончаются везде присутствия, и извозчики едут по трактирам. Благодаря платформе Яндекс.Про сегодня водители-партнеры выбирают для себя удобный график работы, а платформа подбирает оптимальные маршруты, чтобы от заказа к заказу водитель мог доехать как можно быстрее. Если вы ищете подходящий формат работы и у вас есть водительские права, то получайте достойный доход и работайте в такси в удобное время вместе с приложением Яндекс.Про. Чтобы присоединиться, можно перейти по ссылке в описании эпизода или позвонить по номеру 1002. Суфий чтит Бога с самоотвержением и любит его, чтобы утонуть в нем. Он непрерывно хранит мысль об истине и во всем видит истину, и поэтому никогда нет у него предубеждения против кого бы то ни было. Суфий проявляет нежную любовь ко всякому живому существу, и, осуществляя гармонию в своей жизни, всегда находится в гармоническом согласии с абсолютным. К этому моменту Хазрат Инаэт Хан был уже достаточно известным человеком. Он рассчитывал, что он едет в Москву с просветительскими и духовными целями – играть индийскую музыку, читать лекции о ней и о суфизме. Но владельцу варьете Максим Федору Федоровичу Томасу Хазрат Инаэт Хан был интересен просто как такая экзотическая приправа к его ночному шоу где-то в середине между трио «Филадельфия» и «Парижскими Этуалями». В общем, когда Хазрат Инаэт Хан с братьями приехали в Москву, то только тогда они поняли, во что ввязались. И братьям, кажется, было в целом интересно, а сам Хазрат Инаэт Хан переносил испытания, ну, стоически. Окей, судя по всему, пришедшие люди сюда не особенно интересуются суфизмом, но, в конце концов, быть музыкантом – это его путь, его предназначение. Так что надо хорошо делать то, что ты обязан делать. И постепенно о необычных музыкантах поползли слухи по Москве. Курсистка Женя Спасская как-то пришла с подругой специально на Инаэт Хана. И вот ее воспоминания. Из боковой двери вышел и прошел мимо нас человек редкой красоты и величия в каком-то темно-оранжевом хитоне. Шествовал он, казалось, не по грешной земле, а, по крайней мере, по облакам в каком-то ином мире. За ним следовали четыре человека. Один из них совсем юный, такой же редкой красоты. Вероятно, брат Инаэт Хана. Усевшись в ряд на эстраде, они играли на незнакомых струнных инструментах и пели незнакомые песни так, как если бы в комнате не было никого, кроме них. Инаэт Хан, заметив девушек, посмотрел на них неодобрительно, потому что, ну, куда вы пришли, это место не для вас. Но после своего выступления, пообщавшись с ними, понял, что они специально пришли посмотреть именно на него. И тогда он пригласил Женю и ее подругу в гости на сороковины, только что родившейся дочери. И да, первый ребенок Инаэт Хана, Амины Бегум, родился в Москве. Девочку назвали Нур-Ун-Иса Инаэт Хан. Жила Инаэт Хан тогда с женой недалеко от ресторана, на углу Петровки и Большого Крапивинского. И вот как Женя Спаска описывала первую встречу с Аминой Бегум. Мне показалось, что я вижу Нестеровскую голубую мадонну. На фоне темно-красной бархатной портьеры стояла тоненькая, светлая, в голубом шарфе, обернутом вокруг стройного тела, юная мать с крошечным, смуглым младенцем на руках. Длинный конец шарфа спускался с головы, открывая спереди золотые волосы, очень ясные голубые глаза и все личико смущенное, вся хрупкая фигура рядом с высокой, величественной фигурой Инаэт Хана и его лицом смуглым, спокойным, радостным, составляли такой удивительный контраст, какой редко встречается и крепко запоминается. И вот в один из вечеров на выступление Инаэт Хана пришли вместе поэт Вячеслав Иванов и композитор Сергей Толстой. Про Иванова я очень много вам рассказывал. Это именно в его доме в Петербурге много лет собирался весь цвет Серебряного века от Блока до Гумилева. И сам Иванов считался довольно глубоким мистиком. Сергей Толстой же был старшим сыном писателя Льва Николаевича и всю жизнь находился как бы в такой огромной тени своего отца. И Иванов и Толстой очень сильно впечатлились выступлением. Иванов стал водить в Максим всех, до кого мог дотянуться. Оперного певца Шаляпина, композиторов Танеева, Греча Нинова и о Инаэт Хане начали появляться заметки в газетах. И общественность культурная решила, что надо что-то делать. Надо вытаскивать его из этого злачного места, дать ему более пристойное место для выступлений и лекций, наконец. Сам Инаэт Хан, конечно, был рад повороту такому событий, но свои обязательства по контракту он все равно продолжал выполнять до самого конца, то есть до мая 1914 года, потому что он музыкант. Отдельно он выступил в Московской консерватории и затем зимой 1913-1914 годов дал несколько концертов лекций в Политехническом музее. Вот заявленная программа. Идеалы музыки на Востоке и духовность в музыке. Значение музыки в религиозных обрядах всех народов и высокое значение музыки для йогов и святых. Сила вибраций и влияние их на человеческую жизнь. Кроме того, был заявлен очерк истории индийской музыки за 5000 лет с музыкальным сопровождением и, конечно, концерт. Лекции на Инаэт Хан читал на английском языке, переводил их Вера Шварсалон, жена и одновременно пачерица Вячеслава Иванова. Слушайте выпуск «Заката империи» про тусовку на башне Иванова. Я вам рекомендую, ссылка в описании будет лежать. На одной из этих лекций побывал английский журналист Стивен Грэм. Его вообще довольно сильно впечатлил интерес русских к религии, к вере и предназначению. И он описывал, что в Москве в то время было просто нормально пойти в 8 вечера на трехчасовую лекцию, после которой будет еще 3 часа обсуждения с вопросами из зала. И вот что английский журналист вспоминал конкретно про встречи с Инаэт Ханом. Лекция длилась около часа, и русские были довольны, любопытны и искренни. Они принимали индийца серьезно, и задавали ему вопросы и переспрашивали немилосердно. Благородный пророк давал сладчайшие ответы, деликатно уклонялся, вежливо соглашался, игриво превращал простое в парадоксальное и наоборот. Но русские присылали вопрос за вопросом, не принимая с легкостью уклонения или улыбку, пока наконец в половине 12-го вежливый представитель Востока не стал извиняться за то, что он больше не может отвечать на вопросы, настолько он устал. Несомненно, он выглядел очень уставшим, но русские почувствовали разочарование, поскольку для них вечер только начинался. В один из зимних вечеров Инаэт Хана пригласили на вечернюю беседу, не уточняя, кто именно хочет с ним поговорить. Инаэт Хан поехал на санях, воздух морозил щеки, и когда он прибыл на место, выяснилось, что с Инаэт Ханом хотели поговорить православные священники. Инаэт Хан вспоминал, что они слушали его с вниманием и задавали очень глубокие вопросы. Позже он вообще говорил, что больше не встречал таких понимающих умов, в которых умещалось все, что касалось мудрости и истины, и при этом священники удивлялись, что, оказывается, эта мудрость и эта истина может проявляться еще где-то, кроме христианства. У Инаэт Хана появились ученики в России. Первым из них стал армейский офицер Андрей Балакин. Это интересный человек. Он в свое время учился в Институте восточных языков, но его не закончил, поскольку был арестован в 1906 году за участие в революционной деятельности. И вот Алексей Балакин ходил на все публичные встречи Инаэт Хана и взялся даже перевести брошюру Хазрата Инаэт Хана «Суфийское послание о свободе духа». Эта брошюра была издана в 1914 году, и именно из нее выдержки я вам здесь периодически цитирую. И Хазрат Инаэт Хана открывает в России филиал своего ордена, а представителем музыкального отделения становится граф Сергей Львович Толстой. И давайте уже поговорим, наконец, про музыку. В суфизм есть религиозная философия любви, гармонии и красоты. Цель его – раскрывать душу человека до тех пор, пока красота мироздания не сделает его способным достичь совершенства и стать таким образом, насколько это возможно, выражением божественной гармонии. Одним из первых людей вообще, которых вспоминают в контексте музыкального влияния Хазрата Инаэт Хана, это композитор и пианист Александр Скрябин. Я, кажется, как-то вот за все время подкаста никогда не упоминал про него, но Скрябин, конечно, замечательный человек, как-нибудь про него зайдет разговор. Ну а сейчас вот про его связь с Хазрата Инаэт Ханом. Скрябин был очень увлечен и мистикой, и конкретно Востоком. Скрябин не считал музыку развлечением. Он, как и Инаэт Хан, воспринимал его как духовное переживание, как духовный путь. Скрябин познакомился с Хазрата Инаэт Ханом на квартире у Вячеслава Иванова и ожидал прям каких-то прозрений. Особенно его интересовали, кажется, взгляды Инаэт Хана относительно вибраций, потому что, согласно Инаэт Хану, и свет, и цвет, и атомы, из которых состоит материя, это все вибрации. Музыка, с другой стороны, тоже, конечно, вибрация. И вот у всех первоэлементов огня, воды, воздуха тоже, получается, есть своя музыка. А Скрябин, в свою очередь, был синестетиком, то есть он видел цвет разных нот. И как раз в это время Скрябин продумывал мистерию свою, такое произведение, которое бы включало в себя и музыку, и цвета, и запахи, и движения, и даже архитектуру. И кажется, да, это просто perfect match. Но давайте я вам сначала расскажу один характерный эпизод из жизни Скрябина. Это было еще до знакомства с Инаэт Ханом, вот как-то Скрябин пошел на представление одной японской музыкантки. С большим ожиданием тоже. Музыка японская, однако, на европейское ухо Скрябина оказалась очень такой простой, и по ритму, и по гармонии, и Скрябин был ужасно разочарован. После японки уже попросили сыграть Скрябина, что-нибудь на фортепиано, раз уж он пришел. И вот он сел за инструмент и исполнил первые аккорды своей десятой сонаты. И при этом говорил. Вот это настоящий Восток. Вот тут и есть отражение той настоящей восточной сущности. Я так думаю, что ведь Восток – это значит та идея, которая создала реальный Восток. А сейчас эта идея у нас сильнее, чем на реальном Востоке. Круто, Александр Николаевич. Короче, да, Скрябин был очень-очень сильно увлечен Востоком и восточной мистикой, но только не реальной, а той, что была у него в голове. Как вы поняли, мэтча с Хазрата Найадханом не случилось. Хотя они общались довольно плотно некоторое время и обсуждали вместе ту самую мистерию Скрябина. Но если Найадхан позже отзывался о Скрябине как об очень вдумчивом и интересном собеседнике, и Найадхан сожалел, что Скрябин рано ушел из жизни и не успел найти вот этот универсальный язык для западной и восточной музыки, то вот Скрябин, со своей стороны, сказал про идеи Найадхана, что, цитата, «это все-таки не то, что мне надо». У Скрябина, несмотря на всю его готовность к экспериментам и его открытость к мистике, все-таки не хватало понимания, что такое восточная музыка. Он, как в той истории, искал не там, где потеряно, а там, где светло. Впрочем, это можно сказать не про одного Скрябина, а вообще про всех белых европейцев тогда. Если, скажем, взять просто музыку вообще без какого-либо духовного подтекста, то европейская музыка очень многозвучная. Да, симфонический оркестр состоит из нескольких десятков человек, и европейская музыка за столетия сильно развилась в гармонии, и свой поиск продолжала в этом же направлении, в гармоническом. Поэтому индийские раги могут показаться европейскому уху скучными и однообразными какими-то инструментов, опять же, маловато. Но в индийской музыке есть то, чего не хватает европейской. В ней есть свобода. Идея о том, что произведение может написать композитор нотами, причем заранее, и вообще сразу для всех инструментов, и еще дальше это произведение будет существовать неизменно, эта идея для индийцев кажется абсурдом. Если вдуматься, это и есть абсурд. Ну, сегодня, да, современная музыка тоже так не работает. Индийскую рагу не имеет никакого смысла записывать нотами. Как она устроена, в ней есть правила, точнее, даже не правила, а законы, по которым развивается это произведение. Рага построена на импровизации, но в этой импровизации есть как бы внутренняя структура. А еще, чтобы играть такую музыку, недостаточно просто сидеть на стульчике, смотреть в ноты и считать такты. Нужно очень внимательно слушать других музыкантов, становиться с ними единым целым, чтобы понимать, что происходит, и находить для себя место в этой музыке. И для слушателей таким образом тоже становится проще становиться одним целым с музыкантами и с музыкой. Одна и та же рага никогда не будет одинаковая, она каждый раз будет отличаться, в зависимости от того, кто ее играет, кто ее слушает, в каком помещении она играется, какое сейчас время суток. Некоторые раги вообще нужно играть только в определенное время суток. В общем, все это становится частью произведения. И восприятие раги каждый раз – это уникальный опыт. Короткое объявление. Подписывайтесь, пожалуйста, на Бусти и Патреон Закаты Империи, а также на закрытый телеграм-канал студии «Либо-либо» и оформляйте подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. В этих всех местах есть послекасты к каждому выпуску. Например, послекасты к этому выпуску я расскажу о судьбе дочки Иная Дхана, которая родилась в Москве, потому что она станет британской разведчицей. А еще в закрытом телеграм-канале и на Apple подкастах у вас будет доступ к бонусам от других подкастов нашей студии и к эксклюзивному подкасту «Студия», который рассказывает, как устроена наша работа. А вот на Патреоне и Бусти есть уже лично от меня контент, разные истории текстом, а также другой эксклюзивный разговорный исторический подкаст «Братислава», который мы делаем вместе с моим братом Семеном Аксеновым. И мы в этом подкасте рассказываем друг другу и вам разные увлекательные истории с прошлого и обсуждаем их. И вот на днях выйдет третий выпуск с историей от меня. Подписка — это лучший способ поддержать и меня, и студию. Все ссылки в описании. Субтитры подогнал «Симон» Инаэт Хан так вспоминал свои впечатления о Москве. Всюду можно было увидеть портрет царя и царицы, которые содержались большим почтением, они были священны для людей. Императору приписывался почти религиозный идеал, как если бы он был главой церкви. Кстати говоря, он и был главой церкви в то время. Но я напоминаю, уже начинается 1914 год. И есть воспоминания о том, что Хазрат Инаэт Хан, общаясь с интеллигенцией, с богемой, как бы перенял общую тревогу, что в России не все, слава богу. Царица, да, что-то там тусит с Распутиным, Распутин лезет в политику, наверху вообще решают какие-то свои вопросы, бюрократия царская просто про народ забыла, и царь как бы отдаляется от настоящей России. И вот Хазрат Инаэт Хан задумал поставить балет по древнеиндийскому эпосу, пьесу Шакунтала. В этой пьесе рассказывается о красавице по имени Шакунтала, которую однажды повстречал царь Душанти, и плененный красотой девушке подарил ей кольцо и обещал на ней жениться. Но Шакунтала потеряла кольцо, и тогда царь забыл про свое обещание. Тогда девушка решает принести себя в жертву богу Шиве перед алтарем, но Шива не принимает ее жертву, он восстанавливает память царя, Душанти является в лес и сдерживает свое обещание жениться на Шакунтале. Так вот, воспоминания говорят о том, что Инаэт Хан этой пьесой как бы хотел символически показать, что царь забыл свой народ, и теперь народ хочет принести себя в жертву. Честно говоря, мы не знаем, так ли это, может, это наше послезнание, но так или иначе работа над балетом началась в Москве. Кстати, я тут хочу заметить, что ислам, да, это монотеистическая религия, Аллах един, а в Индии как бы многобожие. Но вот для мусульманина Хазрата Найтхана не было никаких проблем в том, чтобы ставить балет, в котором участвует Шива. Хазрата Найтхан написал одноактную пьесу и захотел, чтобы ее гармонизировали русские композиторы. Гармонизация — это такой процесс. Представьте себе, Найтхан сочинил мелодии, но их надо обрамить в аккорды, в многозвучие, то есть как раз в то, чем сильна европейская западная музыка. Нужно сочинить партии для других инструментов, то есть пьеса Шакунтала должна была стать таким настоящим сплавом восточной и западной музыки. И исполнять ее должен будет небольшой оркестр из индийских и европейских инструментов. И Найтхан обратился сначала к композитору Сергею Танееву, но тот отказался. Танеев предложил поработать над этим проектом Александру Греченинову, и тот тоже отказался. Тогда Хазрат Найтхан пришел к Сергею Львовичу Толстому. Все вообще эти композиторы ходили на концерты Найтхана, все были с ним знакомы, но вот с Толстым у него сложились наиболее теплые отношения, и Толстой на самом деле тоже не был уверен в своих силах, и поэтому позвал поработать с собой композитора Владимира Поля. И вот вместе Толстой и Поль оркестровали пьесу Найтхана. Дальше надо было ее поставить, и тут начинается немного туманная история. Найтхан приехал в Петербург весной 1914 года. Он, кажется, надеялся выступить перед царской семьей, но это ему не удалось, причины непонятны. И тогда Сергей Львович предложил организовать ему выступление в знаменитом кабаре «Подвал бродячей собаки», где тогда тусовалась вся богема. И Найтхан, придя лично в этот, собственно, подвал, сказал, что здесь слишком тесно, для балета «Мистерии» места не подходит. И пьесу тогда так и не поставили. А в конце мая 1914 года, то есть, ну, накануне Первой мировой войны, Найтхан с женой, братьями и дядей покинул Россию. Он уехал в Европу, а спустя пару месяцев началась война, которая разрушила империю. «Россия напомнила мне родину. Тепло, исходившее от сердец здешних наших друзей, согревало нас холодной зимой, когда снег на улицах не таял, а каждый дом был похож на белую вершину Монблана». Многие суфийские святые достигали того, что известно как «постижение Бога». Строго говоря, суфизм – не религия, не философия. Это ни деизм, ни атеизм. Он стоит между тем и другим и заполняет пропасть между ними. Религиозные люди считают суфиев весьма свободомыслящими, тогда как холодно рассуждающие философы смотрят на них как на очень религиозных людей, ибо суфии для того, чтобы возвысить свою душу, руководятся в жизни более высокими принципами, чем те, которым могла бы следовать материалистическая логика. У Амины Бегума и Найтхана родится еще трое детей – два мальчика и девочка. В 1926 году он, предчувствуя смерть, поедет в Индию, оставив в Англии жену и детей, и в 1927 году, в возрасте 44 лет, Хазраты Найтхан уйдет из жизни. Амина жена будет безутешна, она перестанет выходить из дома и заботы о семье возьмет на себя старшая дочь Нур, которая родилась в Москве. А пьеса Шакунтала все же была поставлена на сцене в России. В декабре 1914 года, то есть уже во время войны, в Москве откроется новый театр. Его назвали Камерным. И это было громкое событие в театральной жизни России. Режиссером Камерного театра стал Александр Таиров, а первой актрисой – Алиса Конан. Первым спектаклем на сцене этого театра стала именно пьеса Шакунтала. Ее тогда называли Сакунтала. И принцессу играла Алиса Конан. А музыку режиссер Александр Таиров заказал композитору Владимиру Полю. Тому самому, который с Сергеем Толстым оркестровал Шакунтул в свое время. Ну и Поль, естественно, использовал для спектакля музыку Хазрата Наятхана, так что задумкой Наятхана в какой-то степени осуществилась. А через сто лет, в 2014 году, Шакунтала в аранжировке романа Столера с хором была поставлена в Новосибирске. И записи именно этой постановки вы слушали в перебивках этого выпуска. И я благодарю и романа Столера за разрешение использовать записи в этом выпуске. Ссылку на исполнение Шакунталы я оставлю в описании. И еще отдельно благодарю Сергея Москалева, который провел факт-чек этого выпуска. Ссылки на его соцсети вы найдете тоже в описании эпизода. Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте, точнее даже посмотрите подкаст «План Б». Я туда недавно приходил в гости. Это подкаст про эмиграцию, и последний сезон был посвящен деньгам, простоям из жизни в разных странах, вот все такое. А я туда пришел под конец сезона рассказать о том, с какими трудностями сталкивались эмигранты из России. Но не сегодня, а сто лет назад, когда бежали от большевиков. Куда они бежали, что им угрожал на родине, какую работу они искали, как решали проблемы с документами, как поддерживали связь с Россией и как та волна эмиграции повлияла на науку, культуру и бизнес в Европе. Слушайте выпуск со мной в подкасте «План Б». Ссылка на него в описании. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Факт-чек. Сергей Наскалев, редактура Катерина Серебренникова, над звуком работал Семен Аксенов, с партнерами взаимодействовала Анна Орландцева. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аксенов Аксенов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аксенов Аксенов Аксенов.